Добро пожаловать на канал How to Spain об Испании для иностранцев. Сегодня мы поговорим на актуальную тему о медицине во время пандемии в Испании. Поговорим как о государственной, так и о частной медицине. И на наши вопросы согласился ответить, уже хорошо знакомый вам по предыдущим видео, Михаил, практикующий доктор в Испании. Всех приветствую. Меня уже представили. Я про Михаил, который практикует медицину в Испании. Так как государственная, так и и частная. Итак, друзья, я надеюсь, что это видео скоро будет неактуальным. Пройдет и пандемия, все ограничения, и все вернется к нормальной жизни. Но пока эта тема актуальна, можете задавать вопросы в комментариях. Если будут какие-то изменения, мы будем сообщать об этом. Я буду оставлять ссылки на актуальные статьи в описании к нашему видео. Также напоминаю о том, что у нас есть канал в Телеграме, который называется также How to Spain, и где мы очень своевременно публикуем все важные новости в Испании. Подписывайтесь. И ссылки на соцсети Михаила вы, конечно, тоже найдете в описании к этому видео. Итак, для тех, у кого СИП, можно ли сделать прививку от COVID-19 в любом госпитале или центре Ресалют, или только в том, которому клиент, вернее пациент, наверное, лучше сказать, приписан, то есть по месту регистрации? Как сейчас проходит иммунизация? Иммунизация в данный момент, на май месяц, когда мы записываем видео, он проходит по возрастной категории и по рабочей категории. То есть, допустим, врачи, медсестры, пожарники, полицейские, невзирая на хороший возраст, то есть 30-20 лет, они тоже прививаются по той простой причине, что они работают с людьми, с потоком населения. И по возрасту, то есть все пожилые населения уже, в принципе, привиты, и по новостям и по испанским, и по российским тоже можете видеть, эти проценты, проценты привитого населения. Прививку можно получить, и, соответственно, вам приходит сообщение на мобильный телефон от вашего центра «Де Салют», и вас направляют в центр прививочного центра, в Аликанте, где я сейчас нахожусь. У нас прививочный центр вынесли около аэропорта, аэропорта Альчи, такое большое пространство, где, в принципе, занимаются только прививочными моментами, для того, чтобы разгрузить поликлиники. То есть надо быть всегда внимательным сообщением. К сожалению, в нашем коммунидаде, коммунидаде Валенсиана, сообщения, которые приходят на приглашение прививок, они приходят на валенсианском. Пожалуйста, не напрягайтесь. Просто выделить, копировать из переводчика, прочитайте то, что вам поставили, переведите или на испанский, или на русский язык. Там все написано, вся информация абсолютно на сайтах, она есть. А если, к примеру, номер телефона неактуальный у человека? Или ты пропустил СМС-ку? Это, на самом деле, большая проблема в данный момент случается по той простой причине, что много-много неактуальных номеров телефонов. И мы отправляем СМС-ки по тем, что у нас есть в нашей базе данных. То есть каждый пациент имеет свою историю болезни, в которой мы указываем номер телефона, где проживает, к какому центру прикреплен, какой врач-возрач занимается. Если информация была неактуализирована, и вам ушло сообщение, которого у вас телефона нет, ну, проблема, значит, ваша. Ну, а можно куда-то самостоятельно обратиться, чтобы понять, твоя очередь пришла или нет? Да, конечно. В любой центр-салют, в любую поликлинику, к которой вы прикреплены, вы можете подойти в регистратуре, в регистратуре уточнить информацию или актуализировать ту информацию, то, что у вас должна быть. То есть сейчас в данный момент уже записывают номер электронной почты, номер, говорю, название электронной почты, по той простой причине, что элементарные документы мы тоже можем присылать на электронную почту. И номера телефонов. Номера телефонов не один, а два. То есть один ваш и второй, кому позвонить, если до вас не дозвонились. То есть это очень важно, по той простой причине, что особенно в детской практике, когда указываются два номера телефона, мамы и папы. А медицинский персонал уже весь привит? Медицинский персонал привит по желанию. То есть пока в Испании, в принципе, в мировой политике прививка необязательная. То есть есть врачи-медсёстры, которые не захотели прививаться. И есть врачи, которые привились, конечно же, привитых больше врачей. А ты? Я не привит. Собираешься или считаешь, что имеет смысла? Я считаю, что так же, как вирус гриппа и другие вирусы, которые имеют сезонное обострение, их надо прививать в сезонные моменты. То есть в сезон гриппа, когда мы прививаем осенью, а когда идёт повышенный момент срока заболеваниями, тогда есть смысл прививать. И, скажем так, в данный момент, когда мы пришли в лето, нам, в принципе, лето будет помогать. И мы пришли с снижением в Испании, по крайней мере, цитрозаболеваемости. Я не вижу момента. Но это моё личное видение, моё личное момент. Конечно, да. А ты переболел? Нет, я не болел. Я болела. Я работал не от ложки, а в период пандемии, который был статус до алармы, то есть когда мы находились на карантине, я работал с коронавирусом напрямую. То есть у меня были все пациенты мои, которые респираторные, коронавирусные, в принципе, которые с ними работал. Тем не менее, вот я не заболел. То есть занимаясь спортом, активным образом жизни, хорошее питание, не иметь ожирения. Кстати, в Инстаграме у меня есть статья по поводу ожирения, что показала практика, что люди с повышенным весом в COVID выходили гораздо сложнее, с большим процентом осложнений. Так что задумать? Как доктор, поделись советами здоровья и хорошего самочувствия. Что значит активный образ жизни? Что значит здоровое питание? Для каждого это своё. Для кого-то сегодня пиво не выпил вечером, ну уже вроде здоровый образ жизни. Жареная картошечка и пицца нормально. Это я с тобой согласен на самом деле. Но самое главное – актуализироваться. То есть когда я вёл здоровый образ жизни в 20 лет, это не то же самое, что мне надо вести здоровый образ почти к 40 ближе. А мы должны прекрасно понимать, что с возрастом у нас наша биохимия, наши процессы, они немножко меняются. Нам необходимо пересматривать. То есть, скажем так, в те же самые 20 лет выйти с друзьями, шишлычок, пиво и, в принципе, не стараясь, ничем не занимаясь, имея хорошее физическое здоровье, тело и всё замечательно. То уже после 30 начинаешь закручивать в гайке. То есть лишнюю мороженку не съесть, лучше пробежаться несколько километров. И более того, что я всех призываю пациентов, клиентов, слушателей, в зависимости, как вы себя называете в этой сфере, что необходимо выходить своему стрессу. Стресс может выходить или когда мы можем заедать этот стресс, или когда мы можем просто выйти и пробежаться по пляжу, или пробежаться по городу, или просто сходить в гимназию, заняться какими-то понятиями веса, для того, чтобы у вас стресс вышел. Потому что стрессу надо выходить. Именно от вас зависит, как он будет выходить, и как он благоприятно выйдет из вас, для того, чтобы вам ещё от этого и пользу получить. То есть съесть тот же самый килограмм мороженого, заточить бургеры и ещё что-то в этом духе – минутное удовольствие, но, скажем так, последствия на ней не минутные. Я хочу сказать, кстати, напомнить о том, что Испания занимает лидирующее место в мировом рейтинге по уровню здравоохранения и по уровню долгожительства. Сколько сейчас? 86,3, по-моему, года средний срок жизни, средняя длительность жизни. И учитывая эти факты, и когда ты видишь, что они здесь каждый день употребляют алкоголь и курят, всё-таки понимаешь, что, наверное, один из главных секретов долгожительства и хорошего самочувствия – это отсутствие стресса и позитив. Вот они всегда… Всё будет хорошо. Виктория, вот здесь вот сделаю такую поправку, то что, когда мы видим, когда мы, допустим, находимся в России или в русскоговорящих странах, когда мы видим людей, которые вышли выпить и покурить, грубо говоря, то нет меры. То есть там пока вот головой в асфальт не упрёшься, пока в драку в какую-нибудь не залезешь, то есть хорошо, какая пьянка, если никто не подрался, грубо говоря. Нечего вспомнить даже. И слово там уже получается пьянка, а не просто посидели, пообедали. То есть здесь отдать должное испанцам, у них есть такой вот лимит, то что они выпили вина, там, может быть, пиво выпили и на этом предостановились. Тесты ПЦР и антихенос. Антихенос, как правильно говорить это? Антихенос. Антихенос, да? Антихенос, да. Бесплатны ли они для клиентов государственного страхования и в каких случаях? Например, в случаях, связанных с диагностикой при соответствующих симптомах, при планировании медицинских действий. Покрывает ли государство стоимостью или нет? Ну, государство, на самом деле, ПЦР и тесты антигена, они покрывают, на самом деле, полностью покрытие идет. Почему? По той простой причине, что я, когда, как врач государственный, если назначаю пациента с высоким подозрением на коронавирус, тот или иной тест, то этот тест является, скажем так, хустификадо, то есть подтверждением диагноза, который необходим. Надо прекрасно понимать, что тест ПЦР и тест антигена, это, как бы, получается дополнительный способ для того, чтобы сделать диагноз, поставить диагноз. Он может быть отрицательным, и этот тест антигена, если вдруг или ПЦР отрицательный, но, тем не менее, клиника прямо явная, что там что-то не так, то первое – это клиника. Ни в коем случае не тест. Даже если он отрицательный. Если тест положительный, то, соответственно, это диагноз положительный, то есть там очень высокая чувствительность. И в этом случае всегда всем пациентам говорю то, что если вы пришли, допустим, к государственному врачу и думаете, что вы такие умные, и вы решили там наговорить, что у вас прямо все симптомы из коронавируса, которые вы прочитали в интернете, эта информация достаточно для того, чтобы вам сделали тест ПЦР или антигена, для того, чтобы вам вылететь куда-либо. Тут я вас сразу заостанавливаю по той простой причине, что вам сделают тест, но вас забрут на 10 дней. То есть так как вы мне, как пациент, скажете, что у вас высокое подозрение на заболевание, и, как я уже выше сказал, что отрицательный результат – это может быть ложный, отрицательный, и 10 дней по-любому вам после того, как вы ко мне придёте, в 10 дней по-любому должны быть сидеть дома. Справедливо, хочу сказать. А в частной клинике как? Ты приходишь, оплачиваешь? В частной клинике, вот я буквально недавно был в Керон, в Аликанте, у них вообще без записи. Вы приходите, вы в часы забора того или иного теста, и в кассу сразу же оплачиваете, делаете тест. В Аликанте тоже так. Почему этот тест необходим? По той простой причине сейчас авиакомпании требуют именно QRS-код для того, чтобы вы могли взять самолёт и вылететь, или тот же самый бланк. То есть, по сути дела, пациенты, которые делают ПСР в частной, у них симптомов нет. Им просто для полёта нужен, или для каких-нибудь бизнес-переговоров, когда они будут сидеть, большой компанией в одном зале, в протяжении многих часов. Им необходимо убедиться, что у всех всё хорошо со здоровьем. Сколько Аликанте стоит тест? На самом деле, сейчас цены, на самом деле, наконец-то начали снижаться, потому что появилась конкуренция, и стоили там чуть ли не 200 евро доходило. Вот сейчас предпоследний, который мне говорили пациенты, стоил 120, и вот сейчас я тоже в интернете нашёл информацию перед тем, как мы с тобой связались. Начал он зарабатываться, где-то сейчас уже 80-90 стоит. То есть, наконец-то, я на самом деле очень надеюсь, скрещу пальцы, для того, чтобы государство, на самом деле, Испания задумывается, и чтобы на этом перестали зарабатывать деньги. Так как это беззаловка, пускай цены снижают. По той простой причине, мы прекрасно догадываемся, что тест ПЦР или антигенов столько не стоит. Ну да. А этот тест антигена, то есть, когда человек переболел, он может сдать и посмотреть, насколько, в принципе, ему нужна вакцина, даже если он задумывается. То есть, смысл делать вакцину, если у тебя есть антитела свои? Там есть, на самом деле, протокол, протокол, когда мы делаем тест ПЦР. Один из протоколов – это когда пациент, ПЦР, допустим, когда пациент приходит и говорит, что он был с кем-то в контакте. Симптомов нет, а был с кем-то в контакте, именно коронавирус позитивный. Другой тест, когда прошло больше пяти дней заболевания, заболевания клиникой совсем, то, соответственно, тест антигена уже делать нет смысла, а делать тест ПЦР. То есть, вот этот протокол надо соблюдать, очень важно. И тест антигена, он делается с первого по пятый день во время заболевания. То есть, с клинических проявлений. Если больше пяти дней, то, соответственно, это ПЦР. Но ты сам в частной клинике самостоятельно можешь сдать на антитела тест и понять, ты болел или нет, может быть, ты болел и не знаешь? Другой вариант есть антитела, антитела именно по крови. То есть, мы сейчас уйдем вдруг в третий тест. Это другой тест, он по-другому? Это другой тест. Ага, поняла. То есть, ПЦР и тест ДНТХ, они быстрые тесты. То есть, они буквально или капля крови, или мазок из носа, или ПЦР, или снова ДНТХ тоже берется из мазок из носа. То есть, они разные тесты. И, соответственно, есть стерологический анализ крови на иммуноглобулины. Иммуноглобулин М, как правило, говорит об активном заболевании. Иммуноглобулин Г говорит о том, что заболевание прошло. Нам сразу здесь ставлю всем тормоз. Если вдруг я переболел только что коронавирусом и взял кровь, да, конечно, я найду иммуноглобулин Г и найду какое-то минимальное количество иммуноглобулина М. Но если я вдруг переболел коронавирусом достаточно давно, там год или полгода прошло, уже давно коронавирус слабульствую, то, соответственно, есть очень высокий процент, там, чуть ли не 98%, когда вы не найдёте абсолютно ничего. Ни иммуноглобулина в Г, ни иммуноглобулина М. Это не значит, что иммунитета нет. Это значит, что пока в нём нет нужды, из-за этого иммуноглобулины не появляются в крови. Наш организм на самом деле умный и выдаёт нам те или иные иммуноглобулины, когда мы в них нуждаемся. Поняла. Как твоё личное, какое твоё личное мнение, какая ситуация сейчас в Испании? Сейчас, такой у нас 13 мая, когда мы записываем, и у нас сняли многие ограничения, но строго предупредили. Если количество заболевших будет более тысячи на 100 тысяч человек, то нас строго закроют, закроют все коммерческие помещения, нельзя будет торговать, будут открыты только аптеки, супермаркеты с продуктами первой необходимости и так далее. Прямо строго я читала в новостях, пригрозили нам всем. Как ты считаешь, будут новые вспышки и как этого избежать? Ну, смотри, как практика показала, то, что мы работали, вот все вот эти волны, вспышки, они связаны на самом деле с человеческим фактором больше. То есть человеческий фактор это не то, что мы там все с ума сходим и вышли быстренько какой-то там праздники, там со всеми начинаем целоваться, обниматься, еще что-то в этом духе. Нет, они связаны с тем, что люди просто устали. И в Испании есть такой процент, который занимается, как люди устали, и почему вот это, скажем так, в свое время, скажем, сняли ограничения, пока коронавирус существует. То есть есть в Индии на данный момент очень-таки проблемы сильно идут. Но почему эти ограничения дальше не могли держать? По той простой причине, что народ просто устал. Устал бояться, грубо говоря. И даже с наличием ограничений, заболеваемость, она так и начала двигаться в том же самом режиме, в тем же самым количеством заболевавших, новых случаев. По той простой причине, что люди уже просто устали сидеть дома, стали бояться. Как ты считаешь, маски нас оберегают, помогают нам? Маски, я на самом деле очень был такой ярый противник, потому что мне очень не нравится маска. Но в этом году меня прямо поразило то, что в этом году у нас исчезли все вот эти вот ОРЗ, ОРГИ, сопли вот эти вот весенние, осенние. И то, что вот мне очень порадовало, детские ларингоспазмы. Когда вот ребенок детским маленьким болеет ОРЗ, ОРГИ, возникает спазм гортани, и ребенок начинает сухо-сухо кашлять и начинает вздыхаться. В Испании их очень много было этих случаев, по той простой причине, что климат у нас зимний период очень влажный, это в принципе осень затяжная. И в этом году, по сравнению с прошлым годом, у нас было 2-3 случая. А если сравнивать с прошлыми годами, то у нас только в неделю до 15 случаев доходило. И, скажем так, вот эти вот ОРЗ, ОРГИ, они на самом деле просто потерялись. И это очень хороший такой момент. Возможно. А возможно люди просто боялись в больницу ходить с соплями просто, чтобы не подходить к ковиду? Я думаю, что вот это вот ограничение между контактов, ограничение вот эти вот моменты. Маска на самом деле помогла людям немножечко как бы дать визуальное понятие, что мы сейчас находимся в пандемии. То есть люди тормозили свои поцелуи, объятия. Вы прекрасно понимаете, что в Испании до пандемии все целовались, обнимались. Они очень тактильные люди. А сейчас, кстати, как вы здороваетесь? У нас вот так. Кулаками. Да, да. Кулаками или локтями. Или локтями. То есть тактильность, она исчезла и, соответственно, вот эта вот заболеваемость, она тоже попала внизу. Именно простыми заболеваниями. Как думаешь, мы выйдем когда-нибудь? Когда? Из этой ситуации? Я, честно говоря, думаю, что мы останемся с коронавирусом. Как с гриппом, да? К сожалению. И он превратится, он вытеснил грипп в этом году абсолютно. Вот. И мы с ним останемся именно в том моменте, как он есть. И мы к этому должны будем. Но границы между странами откроют? Нет, ну чисто как доктор. Как ты думаешь, это слишком влияет на распространение вируса, на ухудшение ситуации в странах, где ситуация получше? Я думаю, что границы, мои личные, это уже там уже вопрос политический момент. на мой личный момент, как медицинский, что, конечно, наша повышенная подвижность по миру дает вот это вот повышенное распространение, распространение того или иного вируса, не только о коронавирусе, разговариваем. Закрыть сейчас вдруг все для того, чтобы люди перестали двигаться, скажем так, мы уже все слишком тесно связаны, у нас уже нет натурального хозяйства. Когда мы живем в деревне, производим свою собственную одежду, еду и предметы быта, мы уже зависим от мирового мирового рынка. Поэтому откроют все-таки, несмотря на то, что есть риск. Ждем, пусть так и будет. Как говорится, волков боятся в лес не ходить. Это точно, это точно. Друзья, мы искренне надеемся, что ситуация наладится. Сейчас мы находимся в довольно позитивной обстановке, когда ограничения сняли. Очень хочется верить, что не будет повода выходить с другими новостями на канал. Но на всякий случай поглядывайте на наш телеграм-канал, где вы найдете всю актуальную информацию о текущей ситуации. Мы публикуем обычно в тот же день, когда есть что-то действительно важное. Чтобы вы не рассеивали свое внимание на ненужные новости, мы действительно что-то прям супер важное там публикуем, когда оно появляется. Михаил, спасибо тебе большое. Я думаю, в твоих социальных сетях наши зрители также найдут полезную информацию для здоровья и о медицине в Испании, поэтому ссылочки на соцсети Михаила есть в описании. Я благодарю вас и ждем ваши новые вопросы, чтобы у нас был повод с Михаилом снова встретиться и ответить на них. Желаю всем хорошего дня. Пока-пока. Спасибо. Спасибо.